И снова здравствуйте, друзья! Как говорится, по просьбам трудящихся из нашего опроса в Телеграме у нас будет обзор на аккумуляторные торцовки Vortex. А на Энтерскол мы на 36-вольтовую, не на торцовку, а на обыкновенную циркулярную пилу сделаем чуть позже. Почему такой интерес к данным торцовкам? Хотя у меня же был обзор на торцовки Vortex года два назад. Тоже с протяжечкой была, довольно-таки недорогая, они довольно-таки, как бы, ну, спрос у меня на них был. Но Vortex почему-то их вывел из прайса, да-да. Но тогда она была щеточная. Сейчас они вот завезли, может, так сказать, новинка бесщеточная. То есть одна с протяжкой, другая не с протяжкой. Стоят они относительно недорого. Да, и можно сказать, эта торцовка уникальная. Ну, как, в чем уникальность? Торцовка, да и торцовка. Ну, смотрите, у DeWolta есть аккумуляторные торцовки, у Makita есть аккумуляторные торцовки, у Bosch есть аккумуляторные торцовки. Но, но, стоят они, ну, там космические деньги, там цена начинается в районе, кажется, от 50 тысяч или от 40 тысяч рублей. Если мы возьмем бренды конкурентов у Vortex, ну, то есть тот же там PIT, ZOO, Brent, Tresco, Sturm там и так далее, то у них нет, у них нет аккумуляторных торцовок. Еще плюс данной торцовки, фишка в чем? Работают эти аккумуляторы Makita. У меня как-то уже был, уже аварий был у меня обзор, но тогда, в том обзоре, что они включаются? Ну, тогда у Vortex, а также была с протяжкой торцовка, но она была щеточная. Сейчас они завезли бесщеточная. По идее, пилитель она должна бодрее. Сегодня что? Ну, давайте сразу две торцовки рассмотрим, даже кривизну посмотрим. Ну, не стоит, не стоит тут ожидать от них чего-то такого сверхъестественного, как будто мы это рассматриваем Makita. Нет. Это как, можно сказать, бытовой инструмент. До этого у меня, когда предыдущие модели Vortex, эти щеточные, покупали люди, в основном, у которых есть уже аккумуляторы Makita. Вот там человек был, как сейчас помню, он занимается электрикой, у него там целая линейка Makita инструмента. И он строил баню. Говорит, ну, зачем я буду брать сейчас Makita торцовку? Да, Makita хорошо, да, будет все четко. Но она стоит там, чем кто-то смотрели или в три или в четыре раза дороже. Это чтобы просто мне там вагонку попилить и все. И потом она у меня будет стоять. Ну, он чисто взял их для этих целей. Также, я думаю, на данной торцовке будет спрос у людей, у которых есть Makita аккумуляторы, либо есть аккумуляторы там Штурм, Бор и так далее. Они также будут на этой торцовке работать. Ну, ладно, не будем тянуть кота, как говорится, за хвост к обзору. Как я начну с комплектацией, поставляются торцовки у нас в картонных коробках. Торцовка с протяжкой комплектуется. Мешок, гарантийный талон, крепеж, ключ и дополнительные рукоятки, которые устанавливаются по бокам. То есть сюда установили и зафиксировали болтами. Я так понимаю, чтобы ее удобнее было переносить. Естественно, на торцовке имеется струбцина, либо третья рука. Устанавливается как слева, так и справа. Станина у нас летая, имеются расширители. Общая их длина почти 70 миллиметров. Естественно, она фиксируется барашком, как справа, так и слева. Просто так их вытащить отсюда не получится. По поводу станины. Либо мне кажется, либо на предыдущей модели, которую они перестали возить, как-то мне кажется, станина была вот тут как-то по сбитии. Но могу ошибаться. У станины, как мы видим, также присутствуют массивные рыбра жесткости. Только вот покраска. Видите, я сейчас отковырнул тут кусочек. Ну, бывает. Вот здесь чуть-чуть есть. Бывает. Ну, а так, в общем, рыбра жесткости сделаны так довольно-таки нормально. И не забываем, тут даже в паспорте указано, что это бытовой инструмент. Отметки у нас на упорах, то есть линейка идет фрезерованная. То есть это не наклейка, это все гравировка. Углы на самой станине тоже литье. На пластиковой вставке стола тоже имеется линейка. И также гравировка. Что стоит в протяге, втулки или подшипники, мы скоро увидим. Стандартный пластиковый защитный кожух. Торцовка у нас делает угол от 0 до 45. Основание у нас поворачивается также от 0 до 45 градусов вправо и влево. На основных углах стоит фиксация. То есть щелк, щелк. Справа и слева к 45 имеются дополнительные 2 градуса. Тут по стандарту ручка фиксации. Также по стандарту и в задней части торцовки. У торцовки имеется лазерный целеуказатель. Включается кнопка, которая находится на корпусе ручки. По поводу жесткости станины. Как бы люфты небольшие есть, но не будем так критичны. Стоимость данной торцовки аккумуляторной 17 тысяч рублей. Естественно, у торцовки есть фиксатор и ограничитель глубины пропила. То есть откручивается этот барашек. Закручивается. И сейчас она просто немножко до конца не будет опускаться. Смотрите. Оп! И упирается. Думаю, видно. Трючка у нас тоже стандартная с резиновыми вставками. С безопасностью. То есть вот так. Не включите. Отводите сюда. И включайте. Тогда она заведется. Сейчас не заведется, нет аккумулятора. Диск стоит у нас 210 с посадкой на 30. Характеристики вы сейчас можете наблюдать на своем экране. Кому интересно, поставьте на паузу и почитайте. Теперь торцовочка без протяжки. Как видим, она немножко попроще. То есть расширитель стоит только с одной стороны. Также с одной стороны стоит линия фрезерованная. Третья рука, струбцина, такая же, как на торцовке с протяжкой. Ну что вы хотите? Данная торцовка на пятачок или где-то 6 рублей дешевле торцовки с протяжкой. Из комплектации мешок для опилок, ключ и какая-то металлическая штука. Я внимательно поизучал инструкцию и так и не понял, для чего и куда устанавливается данная штука. Но думаю, по ходу обзора разберемся. Данная торцовка чем-то она напоминает предыдущую, но без протяжки и с небольшими отличиями. Вот пример из отличий. Нет вот здесь вот ручки. То есть необходимо вот за эту часть браться и туда-сюда двигать. И я так понял, она не фиксируется. То есть вот как двигается, так и двигается. Щелк-щелк. Ноль и через каждое так, по-моему, 5 градусов она фиксируется. 15 22,5 есть и 45 ну даже дне. Плюс еще где-то 2 градуса есть, чуть дальше уходит. И тут у нас не наклейка, а литье. А тут у нас наклеечка. У торцовки имеется лазерный указатель. Включается нажатием кнопки. Также торцовка с безопасностью. То есть вот так не включается. Для удобства также с одной стороны и с другой стороны. Ну и стандартный фиксатор. погрешности на диске практически нет. Почти 90 градусов. Не знаю, насколько объективен данный прибор, но что есть, то есть. То есть, других приборов проверить угол у меня нет. Я считаю, чтобы были более-менее точные показатели, нам нужно здесь эталонное какое-то такую подставку идеальную, ровную поставить и потом уже все вот эти вот вещи замерять. Чуть вот нажимаешь, он уходит. Также на столе, то есть могут быть какие-то неровности. В общем, торцовка не кривая у нас. Здесь чуть-чуть пролез, вот тут чуть пролез. То есть, если есть какая-то кривизна, там 0,0,1 мм. Также, если мы возьмем относительно диска, вот тоже, где-то, ну, здесь листочек останавливается. Ну, то есть, я считаю, для дома данная торцовка пойдет. В плане кривизны и тому подобного. Характеристики вы сейчас увидите на своем экране. Кстати, да, и Vortex тут, особо никого такого не видел. Твердая, мягкая древесина, 90 резов, а на мягкой древесине 160 резов. Но они что-то не указали, они указали. 4 Ач аккумулятор 18-ти вольтовый. Но я думаю, если будет макетовский аккумулятор, по идее, должно быть больше. Но этот момент мы проверять не будем, потому что, блин, не хочу я столько долго пилить. Я как-то уже пилил обыкновенный щёточный торцовка, Vortex, пропилил, и она тогда до хрена. Ну а теперь давайте попилим. По поводу плавности хода, ну чё должен сказать, ну это не Bosch, не Bosch, далеко не Bosch. Ну, кажется, там подшипники стоят, ну ладно, это мы позже увидим. Сейчас подумаем, как она ведёт себя под нагрузкой. Вот лазер, в принципе, всё чётенько показывает у нас. довольно-таки быстро. Ну давайте, сейчас я так сильно надавлю. Не село вообще никак. А если, 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 мешок особо и не спасает. А если, а если, а если, поставим вот так. 45. Возьмёт её. Нам эту часть ещё-то двинуть надо было. а что у нас тут заело? А блин, включился у нас стопор, блин. Короче, я не понял, как это произошло. Вот, вот этот стопор, он у нас самопроизвольно вот так вот зашёл и включился. так что имейте в виду, такое может быть, потому что здесь не прожилки, ничего нет, он просто так отходит туда-сюда. Угол у нас получается почти идеальная ровность, 45,5. Теперь давайте заценим, как торцовка делает пазы. Выкрутили данный винт, зафиксировали и погнали. Кстати, по лазерному указателю тоже всё чётко у нас. А сейчас мы возьмём вот здесь вот рядышком. Вот так. Лазер, кстати, чётко показывает, смотрите, где пропил и где идёт блазер. Ну и два реза тоже рядышком. А сейчас вот так попробуем. Не попал. Вот сейчас должен попасть. А теперь поворачиваю на 45. и теперь пробуем. И ещё разок. А что это было? Правильно. На торцовках нельзя давить до усёра. Может быть вот такое. Может быть прилететь в лоб, может быть прилететь в глаз, либо ещё куда-нибудь. Я и попытался навалить, она скорее всего либо на сучок, либо ещё на что-то сюда попала. И всё, кусок отлетел. Но вот у нас торцовка зашла в защиту. Давайте допилим потихонечку. Давайте так. Кто не верил, теперь без баловства. Потихоньку. Как надо. Теперь торцовка подешевле, которая без протяга. Кстати-кстати-кстати, я не сказал по поводу мешка. Видите, всё в опилках. Мне кажется, если работать, чтобы чисто было, нужно с пылесосом. А в самом мешке опилок по минимуму. Не так много. Ну, то есть половина, даже меньше, три мешка зашла в опилках, а остальные все вот сюда отразлетелись. Так, теперь торцовка у нас без протяга. Тут у нас присутствует фиксатор. Вот видишь, оп, эта часть. Всё, она уже никак туда не уйдёт. Никак. То есть здесь немножко подпружинена. А в той нет. И также имеется небольшой люфт. Смотрите. Ну, это всё, я думаю, из-за того, что здесь вот эта часть не фиксируется. И тут небольшая оправочка, которую я уже заметил после обзора. Столик-то у нас фиксируется вот этим барашком. Не заметил его. Оп. И смотрим, люфт намного меньше стало. Как бы, да, люфтит, но уже не так. Металлическая штука нужна для дополнительного упора. То есть вот с этой части внизу она вот так ставится. То есть вот эти винты откручиваются. И она вот ставится сюда и прикручивается. То есть получается как дополнительный упор. Станина сверху вроде такая же, как на торцовке с протяжкой. Но нижняя часть сделана немножко по-другому. Вот эта часть пластиковая. Она отвечает за вот это переключение. И здесь вот ребра жесткости также имеются. Ну а теперь давайте пильнем также сороковую доску. А под углом под 45 кстати толку от лазера вообще нет никакого. То есть вот здесь чуть есть, а вот тут вообще никак. ничего. Не взял. Не взял. Тут чуть-чуть не допилил. лазера не включал под 90. Ну под 90 видно все четко. как же подзаяло. А че она подзаяла? Да я просто не зафиксировал до конца она соскочила. Потому что было поплотнее поставить. А тут если мы посмотрим прибор у нас показывает 46 и 6. Я думаю это скорее всего связано с люфтами и то что данная торцовка не предназначена для таких вот больших брусов. Это чисто так максимум может быть вагонка какая-то либо еще что-то. Ну я думаю для вагонки она будет вообще идеальна. Дальше ну смысла нет что-то показывать ну как бы пилит и пилит как бы есть небольшие люфты есть небольшие как бы так сказать издержки. Давайте лучше сейчас их разберем и посмотрим какие там стоят моторы. Так как мощность данных пил тут реально ощущается то есть они реально мощнее чем те были предыдущие у которых были обыкновенные моторы. То есть бесщеточные вот эти чувствуются прямо что мощнее. Начнем с торцовки с протяжки. Кстати кто хотел знать вот от подходит. Прямо так плотненько плотненько становится. И первый момент посмотрим что тут стоит. И чем мы тут наблюдаем вроде как у нас тут стоит подшипник. С одной стороны стоит подшипник а с другой стороны нет. То есть вот с этой стороны он стоит. То есть если мы заглянем туда то есть получается где-то вот тут стоит. Почему сюда не поставили я не знаю. Теперь разбираем ручку и скрываем аккуратненько откручиваем вот эту часть ну и вот наша внутрянка выключатель то есть микрик обыкновенно стоит это включение лазера ну и провода которые идут к аккумулятору снимаем это не дает что-то не дает сейчас все развалится дабы упростить себе работу потом и по сборке ручку трогать не буду попробую с этой части подойти сейчас провода еще отключают придется если хоп а тут щетки окажутся он тут у нас вентильный кстати этому название имеет место быть загуглите даже на той же википедии такое обозначение есть как бы смешно это не звучало так это у нас походу электронный блок как видим по стандарту полностью залит и думаю скорее всего он идет вместе со статором но могу ошибаться эта новинка я на нее схему не нашел ну а теперь давайте попробуем открутить мотор открутили и попробуем снять скорее всего придется подбивать меня просто винт не до конца открутил что тебя держит а вот у нас магнитный якорь покрупнее видно на конце якора стоит подшипник не статор демпфером закрытый ща мы тебя откроем вот он он у нас не битурбо чисто обычный статор 6 катушек а теперь давайте раскрутим редуктор сначала снять блин еще такой момент чтобы снять ту диск они сделали так же как на боша необходимо открутить винт редуктор как видим шпиндель упирается в игольчатый подшипник стоит здесь стоит обычный подшипник прессован в корпус внутри он купил из протяжки посмотрели ничего необычного нет угольчатый подшипник стоит здесь подшипники в протяге стоит довольно это все год давайте сейчас посмотрим торцовку которая без протяга я думаю она скорее всего будет такая же что-то мне сдается что-то такой же мотор будет стоять такой же редуктор если то что она без протяга я думаю они одинаковые будут электронный блок такой же также полностью залит теперь ручку и скрываем все то же самое выключатель на лазер часть ставится с этой частью состыкуется нажимается на этот микрик также ручка с микриком и так далее внутри я думаю такой же будет якорь и такой же будет редуктор смысл разбирать данную торцовку я дальше не вижу так как она такая же просто с протяжкой а если протяжки нет моторы такой же ягар такой же статок такой же будет и все будет такой же и так в конце как суда пару слов по инструменту как я уже сказал в начале видео данная торцовка может сказать уникальна уникальна все в плане то что аналогичных в этом ценовом сегменте на ринге в России сейчас нет их может быть да там сейчас PIT привезет может быть штурм сейчас задумается, может быть, там инка задумается. У инка, кстати, сейчас скоро появятся ленточные пилы по металлу. Мне кажется, у них, кажется, и были торцовки. Ну и там что-то денег стоили аккумуляторные крепучие. Ну ладно, не суть. Именно в таком недорогом сегменте на данный момент у меня есть только из представленного Vortex. Для кого подойдет данная торцовка? Для профессионального использования, да, где-то может быть, если что-то подпилить по мелочам. Но если вы изготовляете мебель на заказ, делаете там еще что-то, ну, ну, с такими как бы, блин, работать, знаете, как? Ну, уж деньги зарабатываете, есть Bosch, есть Makita, есть Devolt. Да, они будут намного бодряковее, нежели чем эти. Эти больше чисто как домашний вариант. Кстати, даже в паспорте было указано, что они как для домашнего использования. Ну, к примеру, строить ее там баню, нужно в беседке в вагонку попилить. Вот эта маленькая, кстати, для вагонки пойдет. Для больших, для больших вот таких вот церковых брусов, я считаю, она не пойдет. Либо ее к столу нужно закреплять, потому что она не тяжелая и, ну, ну, как-то вот так вот ходит. Вот. Но для вагонки пойдет она отлично. Для ламината также она отлично пойдет. С протяжкой более стоит, так вот, поустойчивее, как это не ходит, но у нее отсюда косячок, что я заметил, фиксаторы. Ну, почему, не знаю, почему, может, блин, там что-то не так вместе. Ну, здесь добавили вот эту защитку, так, щелк, щелк, а там этого нет. Может быть, это какой-то заводской дефект, может быть, нет, но на других посмотрю, если как бы, да, ну, все равно, я думаю, приловчиться можно будет. По поводу мощности, сами видели, то есть я вот со всей силы надаю, даже вплоть до того, что она, блин, армяшка, линанола, блин, уж кусок тут отлетел. Мощность позволяет. То есть эта торцовка работает, ну, ну, не как сетевая, ну, наравне, может, приближена к сетевой. Вот. И плюс их цена. Цена более-менее адекватна. Также все акции у нас идут в Телеграме. Что касаемо, в общем, по Вортексу, да, был у них как-то один такой момент, как они ценник задрали очень сильно. Это, кстати, даже в Телеге у нас Вортекса не было, ну, потому что оно как бы дороговато было. Сейчас, вроде, как они или посмотрели, так сказать, можно, одумались, вот, и ценник вниз пошел у них. Вот. Да, сейчас люди их стали покупать, потому что у Вортекса, как ни крути, есть там позиции хорошие. Есть, у меня были, там, три года назад обзор именно на эту фирму. Там есть позиции нормальные, но это также для дома. И также вот эта вот торцовка аккумулятора, она также заменитель для дома. Работает аккумуляторная торцовка, ну, довольно-таки прикольно. Ни проводов, ничего. По поводу еще мешков, ну, я думаю, если работать где-то стационарно, нужно с пылесосом. Потому что этот мешок, половина пыли, даже больше попадает на пилу, половина мешок. Если, может быть, сделали вот так же, как вот у Боша, у Алты, как кажется, было или нет, я не помню. Ну, вот у Боша такой резиновая штука вот стоит, вот именно пилки четко туда залетают. Здесь как бы так же такого нет. Но я думаю, может быть, Вортекс и доработает. Также бы хотелось бы, чтобы еще Вортекс, да, я знаю, посмотрю на данное видео. Ну, я понимаю, что все гонятся за бесщеточными. Но верните вы вон ту щеточную, которая была. Она действительно была удачная модель. Стоила недорого. По гарантии, мы их те вообще ни одно не приносили. То есть мы их продали. Ну, не так много, не массово. Но все равно продали. Там, в районе 13 тысяч рублей с улица. С протягом уже была. Но она была щеточная. Эти бодрее работают. Но все равно многим людям, как бы, ну, подешевле. И достаточно обыкновенной щеточной. То есть, как будто бы эта бодрость не нужна. Вот. Так что, не знаю, может, даже опрос проведем. То есть, щеточная, либо бесщеточная. То есть, ну, бесщеточная, мы тут, так понял, Вортекс добился тем, что резов стало еще больше. Если на щеточном, я там задолбался пилить. На этой, я здесь точно задолбался бы пилить. Ну, если вдруг, как бы, это видео зайдет, и вы так вот захотите, ну, испытаем, сколько они будут пилить. Также плюс универсальность данной торцовки. Можно ставить аккумулятор Макитон. Мы сейчас на Маките ее юзали. Можно ставить Макитовский, можно ставить Бортовский. Аккумулятор можно ставить от Вортекса аккумулятор. Вот. То есть, нужно от штурма ставить аккумулятор. Система, система довольно-таки обширная. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Пока.